9 мая в России отмечается всенародный праздник День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война является важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Великая Отечественная война Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшимся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 миллионов человек. Применялось от 5 до 20 тысяч танков и штормовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысяч до 18 тысяч самолетов. Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился. Стойкая оборона Ленинграда, ныне Санкт-Петербург, Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способствовали срыву гитлеровского плана молниеносной войны. Страна выстояла, ход событий преломился. Советские воины разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом, ныне Волгоград и Ленинградом. На Кавказе нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, правобережной Украине и Белоруссии, в Яско-Кишиневской, Висло-Адерской и Берлинских операциях. На протяжении почти четырех лет войны вооруженные силы СССР разгромили 607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли более 8 миллионов человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага. Берлинская наступательная операция началась в апреле 45-го, когда красноармейцы подобрались вплотную к Берлину. Участие в операции принимали три фронта, около 2,5 миллионов человек. Штурм Берлина, завершающая часть операции, продолжался с 16 апреля по 2 мая. Он разделяется на три этапа – прорыв обороны на подходе к городу, разделение гитлеровских войск и непосредственно сражение на улицах Берлина. Советские войска подсчитывали буквально каждый взятый дом и квартал. Несколько дней штурмовали здания Рейхстага. В этой части операции участвовали армии 1-го Белорусского фронта. Столкновения с берлинским гарнизоном продолжались до 2 мая. Также не прекращались военные действия в Праге, где все еще оставались части вермахта. Их сопротивление было окончательно сломлено только после официальной безоговорочной капитуляции Германии в виде подписания соответствующего акта. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая в Карлхорсте, пригород Берлина, при участии гитлеровского командования и представителей союзных держав. Со стороны СССР документы подписывал маршал Жуков. Президиум Верховного Совета СССР издал указ, датируемый 8 мая 1945, согласно которому официально установилось празднование Дня Победы 9 мая. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных Сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Утром 9 мая издан приказ номер 369 от имени Иосифа Сталина в качестве Верховного Главнокомандующего. Сообщение было передано народу Юрием Левитаном. Он адресовался войскам Красной Армии и военно-морского флота. В тексте указа сообщалось о подписании акта завершения войны, разгруме Германии, а также предстоящем праздновании Первого Дня Победы. Первые празднования состоялись непосредственно 9 мая 1945 года. Они завершились грандиозным салютом, который надолго запомнился советскому народу. Но первый парад на Красной площади состоялся чуть позже, 24 июня. В нем приняли участие сводные полки войск и фронтов. Первые ряды занимали их командующие. Во главе парада стоял маршал Рокоссовский и принимал его маршал Жуков. Большой интерес вызывает фотографии, сделанные во время мероприятия. По ним можно судить о том, что погода в день парада была облачной, а перед самым прохождением войск начался сильный дождь. Но неблагоприятные погодные условия не смогли омрачить торжественное празднование. Одним из ярких моментов стал вынос опущенных немецких знамен в количестве 200 штук. Их выбросили на помост под барабанную дробь. А в дальнейшем сожгли на полигоне. Празднику был придан торжественный статус. Учреждена специальная юбилейная медаль. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве был проведен военный парад. Перед войсками пронесли Знамя Победы. С той поры День Победы всегда отмечался в СССР очень торжественно. Улицы и площади украшали флагами и транспарантами. В 19 часов объявлялась минута молчания в память о погибших. Традиционными стали массовые встречи ветеранов в центре Москвы. После распада СССР некоторое время парады в День Победы не проводились. Возобновили эту традицию в 1995 году. В ознаменовании 50-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая 1995 года состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыловоенных лет с подразделениями Московского гарнизона, который по замыслу организаторов воспроизводил исторический парад Победы 1945 года. В тот же день, в полдень, в Москве, на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад с прохождением торжественным маршем представителей всех видов вооруженных сил РФ, пограничных и внутренних войск, сводной механизированной колонны. В соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, день 9 мая объявлен всенародным праздником – Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом. С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с целью вернуть и привить ценность праздника молодому поколению. Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Девиз акции «Я помню, я горжусь». Акции охватывают практически всю территорию России, многие страны бывшего СССР, а в последние несколько лет проходят также в странах Европы и Северной Америки. По сложившейся традиции в праздник Победы проходят встречи ветеранов, торжественные мероприятия и концерты. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы, в церквях и храмах России проводятся поминальные службы. С 1965 года радио и телевидение проводит 9 мая специальную торжественную траурную передачу «Минута молчания». В 2020 году отмечалась 75-я годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне. За все эти годы символы праздника, такие как вечный огонь, красные гвоздики, георгиевские ленты, парады и салюты, оставались неизменными. Георгиевская лента состоит из оранжевого и черного цветов. Она начинает свою историю с 1769 года, когда императрица Екатерина II 26 ноября учредила Орден Святого Георгия Победоносца. Претерпев незначительные изменения, такая награда появилась и в СССР, получив название «Гвардейской ленты». Награждали ею солдат, которые особенно отличились в ходе военных действий. Гвардейской лентой обтянута колодка Ордена Славы. Также название «Георгиевская ленточка» носит акция общественного характера, впервые организованная в 2005-м. Суть данного мероприятия состоит в раздаче символических лент, посвящена празднованию Дня Победы. Основная цель акции – напомнить молодому поколению о значимости праздника и выразить уважение всем участникам Великой Отечественной войны. В Тульской области, в поселке Первомайский, 9 мая 1957 года был зажжен первый вечный огонь в СССР. Но горел он не постоянно. Официально первый вечный огонь зажгли в Санкт-Петербурге, Ленинграде, на Марсовом поле 6 ноября 1957 года. Огонь является символом памяти павших бойцов в войне. Вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Москве. Чаще всего он является частью мемориального комплекса, а непрерывное горение обеспечивается постоянной подачей газа. В настоящее время в Москве горит три вечных огня – на Преображенском кладбище, на могиле неизвестного солдата и на Поклонной горе. У многих праздник ассоциируется с цветком красной гвоздики. Он символизирует цвет знамени Красной Армии и фрагменты Победного Салюта. В послевоенное время именно гвоздики вручают 9 мая всем ветеранам. Вручение красной гвозди к ветерану зародилось в СССР. Причины для выбора в пользу именно этого цветка существует несколько. Гвоздики остаются свежими на протяжении нескольких недель. К тому же они весьма выносливые. Это качество связывались и с героями, которые сражались за Родину. По другой версии, это были самые доступные и распространенные цветы в то время. Традиция запуска праздничного салюта возникла 5 августа 1943 года. Тогда артиллерийский салют был дан в честь взятия Красной Армии Орла и Белгорода. В Москве салют обычно начинается в 10 вечера. Для его запуска используются около 80 установок. В среднем они совершают по 30 залпов. В небо выпускается около 4000 всевозможных фейерверков. Звуковое сопровождение осуществляется 18 артиллерийскими орудиями. Бессмертный полк – это общественное движение, главной целью которого является сохранение личной памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках. Такое же название имеют акции, организованные данным движением. Первая такая акция состоялась в Томске, 2011 год. Ежегодно 9 мая участники шествий проходят организованные колонны по улицам различных городов. В руках они держат фотографии своих родственников, которые участвовали в военных действиях, находились в плену, трудились в тылу или участвовали в сопротивлении. День Победы является символом сплоченности русского народа, который выстоял и вышел победителем в войне. Война коснулась каждой семьи, и воспоминания о событиях тех дней должны храниться в нашей памяти. Благодаря народному подвигу мы имеем настоящее, мирное и беззаботное. День Победы Спасибо за внимание!